Ну вот, распустились к утру. Вчера заметила, распустилась у меня хаворния. Вот такая вот. Вот у него стрелка и такой вот цветонос. Как бы так, чтобы видно было. И там, посмотрю, тоже вот этот кактус. Тоже цветочки набрал. Ну, судя по всему, беленьким будет свести. Всем большой-большой привет. Только прибралась в гостевом. Сегодня опять заселяется. Полдня у меня тут перерыв, но я хоть по-хорошему прибралась. Кстати, я вчера вот на этот диван выписала. С озона мне пришла материал. Вот, выписывали мы. В общем, с Андреем продали старое кресло у нас были. И на эти деньги купили вот, чтобы обшить всю мебель здесь. Вот материал. Сейчас покажу чуть позже. Вот сейчас, пока у нас тут все заселено плотненько. Поэтому потом уже, когда ближе к осени, будем перешивать вот этот диван. У нас есть еще стулья, еще и на стулья еще там хватит. Поэтому стулья еще перешьем, чтобы было уже красивенько. В общем, вот. Купила 7 метров, потому что надо, чтобы и на диван хватило, и еще на стулья. Ну, может осталось. В общем, на все деньги, которые вот с продажей двух кресел, я сразу все-все-все ей этот. Сейчас покажу. В общем, вот такой вот, темно-синий. Вот. Такой, не знаю, как немножко, как сказать-то, лучше видно будет. В общем, вот такой вот цвет, потемнее. Все-таки это на улице будет под навесом. Вот. Такой вот материал. Так что осенью, когда у нас здесь все освободится, перешьем всю мебель. В общем, вот примерно вот так будет выглядеть. Не удержалась. Все-таки прикинула. Мы уже с Андреем пробовали мебель перешивать, поэтому немножко опыт есть. Вот. Потом покажем, что получится. Ну, конечно, уже ближе к осенью, в сентябре, скорее всего. Кстати, у нас ждали дождя-дождя. Ну, вчера, правда, прошел такой небольшой, но сухо. Земля очень-очень сухая. Сегодня опять жарко. Сейчас на солнышке плюс 34. Вот. Поэтому нисколько не было облегчения, что дождик прошел в округе. Были дожди. Даже Андрей, когда ездил в Староминскую, там, говорит, поливала. Даже дворники не справлялись. Вроде бы недалеко от нас, а у нас тишина. Вообще нет дождей. Уже давно. Чуть-чуть прошел. Можно сказать, что его и не было вообще незаметно, потому что, ну, земля сухая, не промочилась. Конечно, для отдыхающих это хорошо. Каждый день у некоторых на счету. Поэтому дождик в этом году вообще, это лето вообще прекрасно для отдыха. Потому что, ну, у нас дожди практически все лето не было. Вот. У нас доложанки в округе, может, и были. У нас практически все лето не было. Поэтому замечательно просто отдыхать. Вот. Ну, а нам, кто здесь живет, конечно, приходится поливать. Вот. Так что, а так, ну, не сказать, что прямо сильно душно, жарко. Нормально комфортная температура. На солнышке плюс 34. По факту на градусов 28. Может, вот так вот небольшой легкий ветерочек обдувает. Вот. Поэтому замечательно. Так, пока там у нас пауза вышла. Пойдемте посмотрим виноград. Там у нас гостевого дома. Я сама редко там рассматриваю. Но видно, что уже гроздья такие порядочные висят. Надо посмотреть там, что к чему. Виноград. Вот этот у нас, ему, получается, третий год. В том году уже был урожай. Но не такой, конечно, обеденный. Но в том году у всех с виноградом была проблема. В этом году то, что солнечно. Вот. Такой. На следующий год, конечно, надо обязательно уже делать вверх. Чтобы он вверх тянулся. В этом году хорошо подрос. Кисточек, в принципе, много. Они такие вот длинные. Но, видите, есть много маленьких еще. Хотя небольшие нарастают. Вот такие вот. Он сейчас уже в августе созреет. Где-то в середине августа его уже можно будет кушать. Этот виноград ранний, столовый. По-моему, называется Юлиан, если я помню. Там вот такая крупная-крупная рось. Андрей вчера давал попробовать. Нет, они еще кислющие. Еще очень кисло. Смотрите, какое йогу-то большое. Тут тоже снизу. В принципе, неплохой вариант вот так вот для арок. Это на следующий год. У нас, видите, уже на третий год пойдет вверх. Будет навес вверх. У нас здесь по планам так и есть. Чтобы вот тут вот прикрыть, чтобы был денечек. С той стороны у меня розы будут, стенка. А с этой виноград вот так вот сюда. Поэтому через пару лет тут будет так вообще уютненько. С денечком. Вот этот старый виноград еще просто от бывших хозяев достался нам. И вот тот. Вот на том более-менее там что-то есть, сейчас покажу. А вот этот мы уже не знаю, сколько раз обрабатывали, сколько раз тут его удобряли. И толку вот нет. Вот мы живем, получается, четвертый год. И четвертый год мы с него еще ягод не видели. Вернее, они есть чуть-чуть. Вот смотрите. Ну вот. Такая вот кисточка. Так, что тут найти-то? Вот там вот небольшая есть. И то вряд ли даже вот до конца. Чтобы когда созреет. В общем, ничего с него нет. Вот все-таки старый виноград, когда не ухаживаешь, он вырождается. Потом заболевает. Его потом невозможно вылечить. Где-то вот в этом году даем последний шанс. Наверное, придется выкорчевывать. Потому что, ну, зря занимает место. Толку от него нет. Четвертый год лечим. Четвертый год одобряем. А ягод с него вообще не видел. Мелкие какие-то такие были. Ни о чем можно сказать. А удобрений и обработки уходит. Это, знаете, сейчас тоже не так уж и дешево. Хочется какой-то результат с этого все-таки, чтобы был. А вот тот виноград. Смотри, в этом году его хорошо почикал. Ну, в смысле того, что лишнее-лишнее все-все убирал. Более-менее что-то появляется. Вот он. Он такой. Не сильно постный. Но все равно. Вот в этом году хоть какие-то тут веточки. Мелкие, правда. Но немного подзабит. В том году почти не было ягод. То есть, ну, не сформированные были ягодки. Кот тут тоже есть, кстати. Сильно-сильно его обрезал. Чтоб лишнее не тянуло из него силы. Вот. Вот видите, с такого старого... С такой старой лозы. А ягод-то почти ничего и нет. Совсем. Вот тут подсажен новый у нас тоже 2 года. Ему третий даже получаться. Этот поменьше, конечно, чем тот. Вот. Вот этот вкусный должен виноград быть. Он еще маленький, потому что он позднее. Он еще нарастет. И вот есть. Вот. Грозди есть. Ну, этот, не знаю, пока еще тоже оставим. Вот этот вот старый. Хоть у нас тут такая, видите, опора тоже старая. Сейчас прошлого хозяина осталась. Но она крепко, в принципе, держит, пока пусть стоит. А вот тот, тот, наверное, придется убирать все-таки. Чисто он у нас, можно сказать, чисто декоративный. От него вообще толку нет никакого. Так, давно вам не показывала розы. Просит периодически уж. Покажу пока. На второй круг еще только-только начинает. Но вот какие-то еще не цветут. Вот это мне так нравится. Мне вообще давала это с Вани, сорт с Вани, соседка. Она у нас на местном рынке купила. И вот мне одно. В общем, она две купила. У нее действительно белое, я видела. А у меня вот такие красные, красивые цветочки. Но она тоже, видно, что она почвопогромная. Настолько красиво, алые мелкие цветочки. Мне нравится. Не знаю, как называется. Надо будет определять. Вот. Это у меня все. Розы тут на передержке из КСП. Все сплошной пересорт. Знаю только Red Intuition. Второй раз начинает бутон распускаться. Это полосатенькие. Остальные пока не определены. Вот. Ну, они, слушайте, несмотря на то, что у меня тут были практически по одной соломинке, по веточке. Более-менее тут не выжило только две. Остальные нормально. Растут и базальтники нарастают. Вот. Потом буду уже распределять, куда их. Здесь розочки только набирают бутоны. Только-только. Поэтому пока еще показывать нечего. Где-то примерно через недельку она распустится. Уже потом покажу. Вот. Кольосы вроде все стоят. Нормально. Ни один не погиб. Ну, все нормально. Пусть пока стоят. Вот смотрите, опять же. Рос-рос, раз засох. Что с ним случилось? И вот так вот, я говорю, растение. Все нормально, все подрастает. Потом резко раз засыхаете. Что-то с ним делается, не знаю. Вот уже не первый раз замечала такое. Здесь только коралдон распустился. Это тоже плетистая роза. О, на второй круг пошла. Так, тут еще на батонах нарастают. А вот тоже бутончики. Не знаю. Вот это еще не цвела ни разу. Посмотрим. Полностью распустится. Посмотрим. Смотрю, у меня новенькая ипомея зацвела. Это новый сорт я купила. У меня штука желтая такая. Она я покажу сейчас. Ну, наверное, замечали уже у меня. Вот. Кстати, я их на два их отделила. И вот это у меня тоже новый сорт. Немножко тоже обработанная. Подала, ну, обрабатывала я немножко. Подзадела его. Ну, вот тут у меня в такой вот бочке растет. Это такая вот лимонно-зеленая. Вот. А второй, который череночек темненький. Вот он у меня здесь присажен. Был маленький, вот уже подрос. Это я обрабатывала, поэтому подгорела. Это не от солнышка даже. Это я тут немного перестаралась. Вот. У меня клумба на входе так заросла. Вот этим алисумом. Это самосем. Алисум в том году я сеяла рассадой. Высаживала. В этом году уже насеялась. Я не стала убирать. Он, кстати, сеялся все везде. По всей территории много было. Но вот разрастается замечательно. Вот тут у меня двух цветов. Вот еще вот такой. И очень-очень ароматный. В том году у меня до морозов вот он рос. Вот. Ну, осенью придут розы. И, конечно, эту комбу я уже засажу розами. Ну, буду еще к розам что-то подсаживать. Но посмотрим. Вот так, видите, какого рома заросло тут. Тут у меня бархатцы подсажены. Львийный зев, колиусы. Вот. Настя в тенечке. Да еще тут ветерком обдувает. Ой, кайфует. У нас ее так раскормили. Пойдется осенью на диету садиться. Да, Мась? На диету осенью садим? Да? А тут только кушаешь, да спишь. Что это такое? Да кряхтит. Переезд как бы. Так. Ну, в принципе, все. Видите, такие облачка. Даже не тучки. Облачка чуть-чуть ходят. Ветерочек поднялся. Кстати, сегодня ветер с моря. Значит, на море, скорее всего, волны. На заливе должно быть штиль. Ну, да. В принципе, пока все. Доброе утро. У нас, представляете, вчера только сняла видео для вас. И ночью такой сильный ливень был. Прям вообще, я даже проснулась, что этого... Такой стоял грохот. Вот реально, как и из ведра. Ну, это где-то пол в третьего я посмотрела на часы. В общем, палила очень-очень хорошо. Ну вот, дождались. Вот. Тут у меня розочки, бутончики набирают. А я, знаете, до этого прогноз, в принципе, смотрела. Но я чуть не верила. Потому что до этого тоже все стояли дожди. А они и так и прошли мимо нас. Поэтому я не придала этому значения. Думаю, ну, значит, все-таки нас опять и пойдет. И не будет дождя. Ну, нет. Все-таки и нас застала. Продолжение следует...